Всем привет, это Poco F3 И я задумался, какие есть у него альтернативы Хотел купить что-то новенькое, попробовать А что же можно взять там из Samsung, например Из Huawei, из тех же Realme и так далее Начал смотреть, какие есть альтернативы И понял, что аналогов у данного смартфона Как бы они есть Но они все начинают чем-то проигрывать Смотрите, как я сделал Я зашел в Antutu, сделал тест Прогнал в тест и понял, что у нас выигрывает Например, это OnePlus 9R Redmi K40 Но Redmi K мне не нравится тем, что Redmi K Это китайская версия Поэтому там глобальную прошивку надо искать Это такой бред, это не моя стихия Z Flip 3 тоже мне не очень Естественно, потому что это вообще не мой форм-фактор Galaxy S21 Ultra 5G стоит примерно на 200 долларов дороже, чем этот аппарат И я так посмотрел Да, у Galaxy S21 и S21 Ultra Здесь именно S21 Ultra и S21 Plus То есть это там, где больше производительность Камень получше и так далее Ну, получше оптимизирован камень и так далее Что касается памяти, то S21 Ultra здесь 12 оперативки А S21 Plus 8 оперативки То есть так же, как и в моем POCO F3 У меня 8,256 И я подумал Собственно, если посмотреть такую модификацию Она приближается там к 800 долларов Вот так Ну, то есть ценник там Если брать BU, например, это будет где-то 600 долларов Ну, то есть этот стоит 400, там 350 В зависимости от магазина, да Ну, то есть разница будет 200 и выше 200 долларов, там, в 50% наценка, грубо говоря За что? Я начал смотреть у Samsung, что? У Samsung лучше камеры У него меньше батарейка Очень дорогое все в обслуживании То есть, если вдруг ты его разбиваешь Там просто космически дорогие Дисплей, там, модуль там, батарейки и так далее Все просто космос дорого Вы просто посмотрите Кажется, да зачем на это смотреть? А вот если вы уроните его И захотите починить Он вам встанет как целый вот такой вот POCO F3 В то время как запчасти на POCO F3 Они тоже не дешевые, но не такие дорогие Там, не космос Я посмотрел дальше на те смартфоны Которые, ну, по параметрам примерно такие же Как это определить? Заходим в тот же Antutu Смотрим, кто ниже тебя Например, это OnePlus 8 Pro Слушайте, ну он дороже Realme GT Neo Он дороже Ну, по крайней мере, там, где я смотрел И, например, ты смотришь Так, по камерам лучше? О, отлично По звуку проигрывает Звук из наушников поганый Звук из динамиков поганый Ну, извините, а как музыку слушать? Вы не слушаете музыку в смартфоне? Ну, это как бы Ну, это ваши дела Я, например, люблю слушать музыку, чтобы получать удовольствие Смотришь какие-то ролики Хочется, чтобы было громко Особенно, если там вытяжка работает Не знаю, пылесос, там, еще что-то В метро, там, или Ну, много всяких нюансов То есть, есть нюансы, которые делают его просто не таким удобным тот же Realme По дизайну мне он не нравится Здесь просто превосходный, красивый дизайн Тоненький, стильненький Ну, мне очень нравится этот аппарат Да, у него, допустим, может быть, нет такой быстрой зарядки, как в том же Realme К примеру Но он во многом выигрывает Например, мне здесь нравится больше дисплей Он ярче У него лучше краски Вот, у него лучше углы обзора Ну, вот такие моменты И ты начинаешь сравнить, и ты думаешь Дороже, но хуже Потом такой смотришь Mi 11X Там, урезанный флагман, да, грубо говоря Тоже там свои нюансы Во-первых, у него меньше оперативки У него 6 гигов оперативки Этого катастрофически будет не хватать Если, допустим, как я Пользоваться многозадачностью Если запускаешь много тяжелых приложений По работе и так далее Ну, то есть Вроде кажется, список внушительный Вроде кажется, очень много альтернатив и аналогов Но их фактически нет Потому что они начинают рушиться Прямо на стадии исследования Нюансов всяких Айку, это вообще Ну, как бы я даже не рассматриваю Потому что Бренд должен себя как-то зарекомендовать OnePlus 8T Тоже у него 8 оперативки Но мне не нравится оболочка Ну, вот вообще не нравится Конечно, есть люди, которым она очень нравится И, как правило, такие люди на YouTube Они проплачены Редко кто Влюбляется реально в эту оболочку Мне она не нравится Я сразу скажу Мне и здесь оболочка не очень нравится Потому что здесь не чистая MIUI Здесь вот этот POCO интерфейс Да, он неплохой Да, он такой своеобразный Но я привык к оболочке MIUI И здесь, в принципе, от MIUI все Начиная от шторки От этого центра управления Центра уведомлений Заканчивая там, не знаю, настройками Да, ты заходишь Здесь все как в MIUI чистой Но Немножко есть такие доработки Именно вот в рабочем столе В лаунчере, да, скажем так Поэтому, ну, немножко не мое Мне нравится, когда, как в MIUI Другие иконки Здесь они все круглые Кому-то такое, может быть, понравится Но это не так ужасно смотрится И не так неудобно, как в том же OnePlus Мне лично нет Huawei со своими постоянными проблемами с Google Что постоянно там у них нет Google сервисов А где-то есть там через костыли и так далее Но они могут выпилиться Короче, Huawei это очень такая Ну, нестабильная история И поэтому не хочется рисковать Хочется взять устройство, которым ты будешь доволен Посмотрел Black Shark 4 Он тяжелый Он огромный Он, ну, такой вот Вот это вот пушинка просто Легенький Стильненький Тоненький Красивый Black Shark вроде тоже Xiaomi Там, да, как бы суббренд Но, но не то Ну, не понравилось То есть, я начал смотреть на альтернативы Я их нашел Я также смотрел там в интернете Но я понял, что я не буду этот аппарат отдавать И покупать себе что-то другое Кроме Xiaomi Потому что на данный момент Вот по моим параметрам Он меня удовлетворяет практически полностью Аналоги есть И даже кому-то Допустим, Realme какой-то Понравится больше, чем Poco F3 Там даже Poco X3 Pro Некоторым нравится больше, чем Poco F3 Да, пожалуйста, пользуйтесь Например, по данной цене Можно купить Mi 11 Lite 5G Например Или обычный Mi 11 Lite Можно купить Не просто Poco X3 Pro Можно купить Poco X3 GT Но он там, по-моему, с бендами у него проблем По-моему, 20 бенда нет Ну, то есть Есть альтернативы Есть нюансы Даже Внутри самого бренда Xiaomi Но Подойдет ли он по всем параметрам Ну, на данный момент Вот Poco F3 Это аппарат, который мне практически По всем параметрам подходит Кроме камеры Потому что я разбалован, конечно, немножко И по камере он неплох Но если сравнивать с тем же Mi 11 Lite Который позволяет мне делать великолепные снимки Я их использую и в работе И видео, кстати, тоже А здесь все-таки немножко Как бы сэкономили на обработке Модуль неплохой Хорошее разрешение Но вот ночные снимки Замер экспозиции Особенно ночью Он немножко страдает А так, в целом, я бы сказал Что Poco F3 Для меня лично Это безупречный аппарат Короче, это лучший, наверное, аппарат Xiaomi Который у меня был За свои деньги И я так думаю Что если бы я брал Наверное, только Mi 11 Ultra Я бы взял Взамен него Но Опять же Он дороже То есть Если говорить о данном ценнике Там 350-400 долларов В зависимости Где вы будете его покупать Это, наверное, лучшее Что можно взять Но Опять же Пишите в комментариях Что вы Считаете хорошей Альтернативой По Poco F3 Может быть Вы тоже Задавались этим вопросом Предложите Аналоги В комментариях И напишите Именно почему Не просто А, там Realme лучше Ну, это вообще Такое никуда не годится Я таких людей Просто буду Удалять эти комментарии Аргументированно Напишите Почему лучше И эти аргументы Желательно подкреплять Ну, то есть Это не какое-то Там А, там У него камера лучше Ну, понятно Что камера у какого-то аппарата Лучше Но Это не единственные критерии Например У Realme Может быть проблема со связью Там Или с какими-то модулями Например С Wi-Fi Или с Bluetooth Ну, то есть Важно полностью оценить Обстановку И только потом Говорить Что Там По большинству критериев Вот этот лучше И перечислить критерий Но, опять же Если кому-то интересно Полезно Вот, мое мнение Такое F3 Очень достойный аппарат Советую брать 8256 И ссылки Где можно купить его По самым лучшим ценам Будут в описании Там же будут ссылки На два кэшбэка На два На два Всем хорошего настроения Мне пришла смс Всем пока